Привет всем подписчикам и просто зрителям Это Покебоша И это, скажем так, первый ролик, который касается автомобильного транспорта То, о чем столько лет мы уже говорили И в этом ролике я хотел вам поделиться, понимаешь ли, опыта Относительно того, как быть, если на автомобиле Volkswagen У вас пропали поворотники, не работает аварийка И вообще все плохо Оказывается, есть способ, вполне доступный для каждого И по деньгам он стоит, наверное, 0 рублей Ну, может быть, там совсем чуть-чуть То есть, в чем смысл? Вот, покажи вот эту штучку Вот это у нас аварийка, да? А вот тут и поворотник включается И я как-то еду себе, еду А сейчас туда, сюда, там Я-то золобаю У нас здесь спортивный сыграет Еду себе, еду И хочу показать другим участникам движения, что мне нужно повернуть Налево, направо, там, я не знаю, вверх, вниз, куда угодно Я включаю поворотники, а меня не показывают, индикации нету Я и думаю, нига, что делать? Я пытаюсь еще раз Никакого эффекта Начинаю плакать Потом в следующий раз вроде, опа, заработали Думаю, ладно, ничего страшного Может быть, там просто, ну, глюканул, чего-то там, в принципе И потом пятая, конечно, байда продолжается Окей, заезжаю в какой-то сервис по пути Мне говорят, эй, брат, извини, электрику Нет, электрик там запил, еще чего-то какая-то дичь Короче, все плохо Другой сервис, та же тема Вот электрик есть, у нас там по предварительной записи, короче, у кого ворот Окей По пути заезжаю в официальный сервис Тарксвагена Ну, смотри, Клэй Семерина Ну, ты и коза, ну, это капот Тьфу, ебану Ум, блин Он к воскресе, хоть ты и братишка, не надо Дай, брати за счет Блядь Ну вот Заезжаю в официальный сервис Мне говорят Брат, не вопрос Все сделаем в лучшем виде А сначала Ты должен записаться к нам на прием И мы проведем тебе сначала диагностику электрооборудования Я говорю, сумма А мне они, значит Говорят, это, брат, будет стоить 1100 рублей Я говорю, ну, я плачу 1100, мне все делайте Они, нет, мы только посмотрим и скажем, где А потом ты будешь еще башлять Уже устроен, нет, кто не справится, который мы тебе найдем Ну, плюс общастие там, вся тема Я думаю, блин Я говорю, можно я подумаю Они говорят, подумать, не вопрос Я решил забрестить, что мы нашли в интернет Спросить у знающих людей И один парнишка дает такой совет Я сам расскажу Думаю, будет полезно Оказывается, вся тема в том Что вот в этой кнопочке Вот эта кнопочка, да? Открыть ли, она идет туда много И там есть контактная группа Там есть якорь, там катушка Всяких много тысячи Там эти контактики маленькие Я еще спросил, помню, одного электрика Говорю, можно с мамой ее там, если что, починить? Он говорит, нет, ты ничего не сделаешь, бро Все плохо Надо только покупать новую Хорошо Я заезжаю на шлифтат, общаюсь Я спрашиваю, сколько будет стоить Вот такая кнопочка стоит 700 рублей Можно просто вынуть, допустим Там вот, разъем этот снять Новую вставить У меня вроде 700 рублей Думаю, может быть, я смогу сам сделать И оказывается, что мы делаем в этом случае? Вот эта вот пипочка, видите, вот эта планочка, да? Ее необходимо сначала снять И у нас открывается доступ вот к этой кнопочке Серьезно? Ну да, ну просто вот эту пипочку подеваешь Она снимается там Все нормально И эту кнопочку Просто вот так вот вытаскиваешь Ну, видишь, все же пропирается Туда я замок услышал сначала На чем остановились? Так вот Ты снимай, куда ты смотришь? Планочку снимаю Да, на эту правильную Ну вот И вот эту кнопочку Это мы вот вытаскиваем И там, понимаете, такой разъем Мы его отсоединяем Она у нас оказывается в руках уже Вот Что происходит дальше? Она вся там заделанная Надо принести ее домой И отверточкой тонкой Эту все дело подцепить Там всевозможные такие тоже зажимы Они начинают ломаться Но это хрест Это все вообще не имеет никакого значения И вот этот корпус, который снизу ее закрывает Да, эту контактную группу Мы ее просто снимаем И у нас открывается доступ к катушке Поймаешь ли к этому Вот там Смотри номера желтого Это транзита что ли, да? Да То есть можно их эксплуатировать с этими номерами Но они все-таки транзитные Или типа служебные, гражданские Понял Вот так Ну и вот И мы, значит, эту штучку вытаскиваем И просто берем, типа, какую-нибудь тряпочку Такую тоненькую, да? Ну и что-то совсем тонкое Типа там, я знаю, там иголочки Какой-нибудь там тоненькой планочки Мочим в спирте Или в такой другой жидкости Наподобие этого И просто аккуратненько все это дело притираем То есть вот под катушку там залазить Где у нас притягиваются Вот эти контактики все И у меня еще была смазка силиконовая С собой Я когда это почистил Я еще силиконовой смазочкой Так вот Все там сделал Потом все это собираю У меня уже контактные зажимчики сломаны Я просто взял суперклей Вот типа такого Короче, где-то здесь Вот снимай клей Вот клей И аккуратненько дело склеиваю Потом, значит, вставляю Вот сюда опять Эта планочка закрываю И проверяю И вот чудо, смотрите, все работает Эта штука работает Поворотники работают Поворотники работают Ее такие же уже достаточно Бликное время Ничего не ломается То есть, если бы я пошел по пути Наименьшем сопротивлением Сначала заехал в сервис Записался на прием Потом поехал к ним Ты еще 100 рублей заплатил бы за то Чтобы, допустим, сделать диагностику Сказали, брат, тебе вот эта штука Потом за 700 рублей покупать За счет кнопочку Там поиска может работать Там, вроде бы, 500 устало, да? Ну, короче, рубля 2 Помню, обошла на это дело Может быть, даже больше Оказывается, все на самом деле Гораздо проще Ну, смотри, просто страшно Поехали, что это Поехали бомбанет Не бомбанет Не бомбанет Не бомбанет Точно не бомбанет Точно Ребята, вот такая тема Если кому-то это будет полезно Я буду очень рад Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки Все ссылочки в описании Всем удачи Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok